Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Долгой правительства Игоря Васильева занимается с самого его приезда в регион. За это время удалось снизить долговую нагрузку бюджета области почти на 22%. Обслуживание долга сейчас обходится областному бюджету в год примерно в полмиллиарда рублей, в два раза дешевле, чем четыре года назад. Преимущественно благодаря практике кредитования бюджетов федеральными властями, тогда как четыре года назад этот показатель превышал миллиард рублей. Программа Экономика. Кировский бюджет увеличит расходы на дороги, жилье и образование. 14 миллиардов рублей на нацпроекты планируется направить в следующем году. 5 миллиардов из этой суммы деньги региона. Остальное планируется получить от федерального бюджета. Это предусмотрено проектом бюджета Кировской области на 2022 и последующие два года. Расходы на нацпроекты увеличиваются почти на полтора миллиарда рублей по сравнению с текущим годом. Основной рост по образованию – 422 миллиона, по проекту «Жилье и городская среда» – 514 миллионов и по дорожному проекту – 420. В целом расходы региона превысят 72 миллиарда рублей. Это очередной рекорд по размеру. Кировчане могут получить субсидии на поддержку бизнеса. С 1 ноября налоговые органы принимают заявления от представителей предприятий, наиболее пострадавших от ковида. Это разовые выплаты по МРОД на каждого сотрудника. И ПЭД могут тоже в этом участвовать. Заявление нужно подать до 15 декабря. Сами перечисления начнут производить с 15 ноября. Чтобы уточнить, можете ли вы претендовать на субсидию, соответствует ли ваш бизнес условиям ее предоставления, можно воспользоваться специальным сервисом на сайте ФНС. Там же можно сформировать и направить заявление. Сервис называется «Проверка права на получение субсидий на нерабочие дни субъектами МСП и СОНКО». Завершение о валютах. Доллар на сегодня 71 рубля 9 копеек. Курс евро 82 рубля 17 копеек. Ольга Балезина. Новости экономики в Кирове.